Здравствуйте, ребята! Захват – одна из важнейших частей игры в регби. Сегодня мы рассмотрим ошибки, которые случаются при его выполнении. Нам часто говорят о необходимости следить за целью или о зрительном контакте с ней. Но старайтесь не зацикливаться на деталях. Лучше всего смотреть на туловище противника. И вот почему. Ногами можно увести, обмануть людей. Яркий пример – Дэвид Смит. Он любит танцевать на поле. В эти моменты вы будете сбиты с толку. Что если смотреть на мяч? Соперник тоже его уводит. Все тело идет туда же, куда и туловище. Поэтому сконцентрируемся на нем, потому что нам так будет намного проще осуществить эффективный захват. Мы максимально освоим его. Теперь, что мы будем делать? Сделаем несколько упражнений для фокусировки на туловище. Мне нужен столб и полузащитник, хорошо? Остальные просто отойдите и следите за нами. Все, что я хочу заставить тебя сделать – сконцентрироваться на его голове. Следи за его головой, хорошо? Или можешь следить за его ногами. И я хочу, чтобы ты подобрался к нему максимально близко и не захватывал его, хорошо? Попробуй побороть его. Давайте посмотрим. Смотрите, большинство столбов в такой ситуации продумывают ход и ориентируются на движение головы или ног. Теперь попрошу тебя не смотреть на его ноги. Стой на носках, сконцентрируйся на туловище и попробуй подобраться к нему. Попробуй одолеть его снова. Да. Отлично. Давайте похлопаем. Вы видите разницу с тем, когда вы следите за туловищем? У вас сразу возрастают шансы схватить игрока с мячом. Хорошо, ребята. Следующая часть заключается в том, чтобы мы обратили внимание на положение наших рук и кистей. Вы знаете, существует огромное количество вариантов их постановки. Иногда у ребят они тут или тут. Делают ими так. Проблема в том, что это не помогает. Вот что мы сделаем. Поставим руки перед собой. Вытяните руки. Хорошо? Крепко прижмите локти. Поднимите ладони. Ладони должны быть выше локтей. Другое дело. Еще один чертовски хороший совет. Представьте себе, что ваши руки образуют экран телевизора. Когда вы подходите, чтобы сделать захват, просматривайте его туловище между ладонями, чтобы он никуда от вас не делся. Почему необходимо прижимать локти и поднимать ладони? Чтобы усилить нашу позицию и стоять крепче? Отлично. Правильно сказал. Усилить нашу позицию. Я покажу на примере. Можешь выставить ногу вперед. Хорошо. А теперь подними локти. Хорошо. А теперь прижми локти. Хорошо. Прижми локти к телу. Ладони держи выше. Ты готов? Намного лучше. В тот момент, когда вы группируетесь, вы сильнее и опять у вас больше сил для эффективного блока. Еще хочу добавить, когда у нас подняты руки, примерно так. Хорошо? Это подставляет под удар кости, включая все мышцы тут с отведенными плечами. Чем ближе подбираешься к нему, тем плотнее прижимаете локти. Хорошо? Опусти. Включай все мышцы отдела. Они помогут обезопасить тебя и усилить свое положение. Помимо лоти, необходимо знать, как поставить ведущую ногу. Выходи. Просто отзеркаливай то, что я делаю. Иди на меня. А теперь просто ставь сюда. Хорошо. Иди в эту сторону. Туда. Давай. Давай попробуем. Хорошо? И обратно. Хорошо? И снова. Отлично. Мы делаем это все, чтобы убедиться, что в первую очередь работает стопа. Запоминайте. И при движении туда, и при движении сюда. Хорошо. Следующее, что мы должны обсудить, это славная остановка в захвате. Я хочу, чтобы вы оставили ведущую ногу вперед. Наклоните колени. Хорошо? Прижмите локти. Ладони над локтями. Теперь я хочу, чтобы вы опустили лицо. Лицо вверх, чтобы вы могли видеть цель. Опустите лицо. Почему не нужно держать лицо опущенным? Невозможно увидеть цель? Да. Вы не можете видеть цель, и это распространенная ошибка во время захватов. Хорошо. Что происходит в последнюю минуту, если они закрывают глаза или опускают голову? Они ставят себя в небезопасную позицию. Их могут выбить или серьезно ударить. Поэтому мы начинаем захват с открытыми глазами и лицом вверх. Хорошо. Давайте еще раз. Вверх. Теперь лицо вниз. Хорошенько посмотрите. Теперь лицом вниз. Округлите спину. Теперь лицо вверх. Твердо и крепко. Если ваш позвоночник в твердом и крепком положении, мы сможем осуществить очень сильный захват. Очень хорошо. Теперь твердо ставим стопу и делаем плечевой контакт. И получилось довольно сильно. Нам еще необходимо осуществить захват. Встаньте в позицию. Сконцентрируйтесь на цели. Лица вверх. Руки вверху. И мы делаем это. Захватываем. И еще раз. Захватываем. Давайте покажем пример. Можешь мне, пожалуйста, передать мяч? Будем показывать с одной стороны. Хорошо? Потому что это ограничивает варианты для него и наиболее безопасный вариант для меня. А теперь он выходит вперед. Захват. Хорошо. И еще раз. Захват. И затем я могу притянуть его. Не расслабляйте руки, потому что он выберется. Вам надо максимально крепко прижать его к себе. Хорошая остановка. Хорошо. Хорошо. Теперь попробуем. Я хочу, чтобы вы во время работы все время выставляли свою ведущую ногу вперед. Нам нужен хороший контакт. И приготовьте руки, чтобы притянуть. Внимание. Давай. Давай. Хорошо. Давай. 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 Сделано. Итак, обращаем внимание на важные пункты, необходимые для захвата. Сейчас мы попробуем побороться один на один. Встань на ноги и верни мяч. Внимание. Давай. Вставай. Давай. 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 Да. Ну и захват. Вставай. Верни мяч. Давай. Уворачивайся. Вставай. Славно. Давай. Хорошо. Ребята, отлично постарались. Какие основные пункты важны для эффективного захвата? Цель здесь туловища. Хорошо. Цель здесь туловища. Была конкретная цель. Сейчас это туловище. Потому что тело противника пойдет туда, куда же и туловище, которое нам и нужно. Хорошо. Что еще? Группироваться и балансировать? Держитесь ниже. Соблюдайте баланс. А что мы делаем вот тут? Куда лицо? Лицо поднимаем вверх. Лицо поднимаем вверх. Хорошо. Не сильно задираем. Просто поднимаем лицо вверх. Сделайте сильный и мощный захват. Мы можем видеть цель. Хорошо. Что еще? Способ и силы, с которой мы осуществляем контакт? Да. Мы не просто осуществляем контакт и тянем. Включайте ноги. Ведите. Что еще? Что надо? Группироваться? Группироваться? В смысле группироваться? Группироваться в позиции? Да. Вы будете намного сильнее и устойчивее, когда ваши руки будут наверху для захвата, чем когда вы машете ими так. Намного сильнее. Кто еще? Ведущая нога? Да. Ведущая нога. Чем ближе мы поставим ногу, тем больше силы у нас будет для осуществления захвата. Хорошая работа. Что еще? Движение ног должно быть легкими, короткими и резкими. Да. И ключевое слово для этого – перебирать ногами. Мы перебираем ногами, используя короткие и резкие шаги. Это помогает нам подобраться к цели и держаться ближе. Итак. Хорошо. Что еще? Обратно встать на ноги и вернуть себе мяч? Да. Очень хорошо. Встаньте на ноги, верните себе мяч и играйте. Что я и говорил в самом начале, захваты – это то, что может вам очень понравиться, если вы будете выполнять их правильно. Это увлекательнейшая часть нашей игры. Хорошо. Но самое главное – хорошая техника – это безопасная техника. И наслаждайтесь игрой.